С 26 февраля по 2 марта финалисты Всероссийской национальной технологической олимпиады по профилю фотоника выполняют задания и учатся работать с передовым высокотехнологичным оборудованием. Например, печатают вал для натяжения оптоволокна на 3D принтере. Цель этой олимпиады создать установку для определения прочности волокна. Как это происходит? Они берут волокно и с двух сторон пытаются его как-то растянуть. И в моменте волокно должно порваться. И вот как раз-таки ребята должны определить момент вот этого разрыва нашего волокна. А зачем это нужно, спросите у меня. Да все просто. Оптическое волокно используется много где. И в основном это передача наших данных. Иногда волокна, ну даже у нас в квартире рвутся, и качественное волокно должно проходить ряд проверок. Участники олимпиады проходят два тура. Предметный, который включает в себя проверку теоретических знаний по физике и информатике, и инженерный. Здесь ребята создают собственную установку для измерения характеристик оптического волокна. Для некоторых это уже не первая олимпиада. Есть опыт интеллектуальных сражений, который помогает и в учебе, и в жизни. Мне кажется, что она может дать много крутых возможностей в будущем. Очень сильно поможет с экзаменами. Ну и просто увеличит кругозор физики. Очень много новой информации, новых формул. Иногда бывает непонятно, но все очень интересно. А есть какие-то сложности? Ну вообще, да, все-таки с оборудованием есть как-то довольно сложную программу надо написать для того, чтобы механизм заработал. Поэтому, да, но мы справимся. В принципе, это очень интересно. Проведение данного конкурса в Перми стало возможно благодаря развитым компетенциям и разработкам региона по профилю фотоника. В нашем городе олимпиада проходит на базе детского технопарка «Кванториум Фотоника» при содействии БГНИО. Субтитры создавал DimaTorzok